начинаю вторую комнату в этой комнате я кстати решила уже она у меня будет пока детской ну как бы показать будут лежать вещи пока мы все обустроим потом я конечно планирую здесь сделать детскую вот а когда мы будем жить с мужем возможно мы сюда уже переедем с ним ну в общем будем смотреть по ситуации может когда уже мы с мужем будем жить может уже и другая квартира будет к тому времени все непредсказуемо поэтому пока что здесь будут вещи мы с малым вместе но эту комнату не знаю я как-то решила бережно закрыть вот этой вот лентой все розетки чтобы вообще можно было быстро фигачить и и не бояться что-то замазать краской хотя она смывается легко но все же и и и и и и и и и так ну и закончила красить вторую детскую комнату у меня вообще на самом деле нереально спина болит сегодня утром встала грима чем не так спина болит она говорит ну конечно там работаешь с утра до вечера лопатки болят знаете тут лопа лопаточная часть я уже по чуть-чуточки крашу видите этот фасад потому что хочется домофон сделать это раз потом интернет и тут что-то у нас под интернет что-то под телевидение так как мы уже скоро переедем совсем скоро этот утеплитель у нас это мы будем утеплять трубу но чтобы понимали девочки кто-то спрашивал вот молодец там сама на самом деле покрасить стены это реально каждый из нас может да сам это несложно что касается вот таких вот работы я знаю девочки некоторые делают это сами штукатурят кладут плитку мне одна из подписчиц писала что положила плитку что говорить о моей преподавательницы она штукатурила сама все все это в принципе возможно но я не люблю эти работы вот со штукатуркой со всеми делами посреди сколько мешков представляете вот я не хочу этим заниматься я знаю что этот это сложно для меня будет и не интересно вот это вот интересно потому что это же как бы конечный результат красить стены а это нет это не для меня здесь кстати нас выведена под раковину все а здесь тоже что-то выведено не помню вот так чё еще хотела сказать а ну да здесь работают рабочие вот она штукатурка и эта штукатурка только на ванну сегодня еще должны штукатурку привести для туалета я сначала протупила на самом деле думала туалет просто покрашу белой краской здесь может плиты какие-нибудь сделаю а это покрашу чего прикольно будет потом думаю нафиг надо пусть все как будет красиво заштукатурена и вообще здесь планирую делать инсталляцию я говорила да вам уже унитаз этот такой временный у меня можно сказать но не знаю когда я буду делать потому что на первом месте сейчас холодильник стиральная машина такие крупно габаритные все эти вещи да я скажу может быть даже и кухня поважнее будет чем инсталляция поэтому может через полгода только будет эта инсталляция мы сейчас заштукатурим стены плитка сделаем где должна быть плитка а здесь они мне просто как-то сделают стену в общем и она будет ждать своего часа ну просто чтобы как бы утеплят и обещу не утеплят а чтоб не шумела короче канализация но главное выздоровел уже у него вчера уже температура была только утром или днем где-то тридцать семь и шесть и все вечером уже не было температуры ничего и он прекрасно спокойно спал сегодня встал весь по 5 так что я думаю у него все идет на что на выздоровление и кто-то еще спрашивал что у него мы с мамой подозревали что это ангина как бы до что горло и в принципе у нас есть такая игра с ним когда ему дую в рот и он его очень широко открывает чтобы я ему туда подула и вот я отхожу на свет начинаем дуть и он широко открывает рот давно вчера было очень красное горло прям воспаленная все вчера утром или позавчера в общем сегодня я ему подула в ротик и уже горло уже не такое красное она уже менее красное уже чуть розовая просто почему я не бегу к врачу мне писали комментарии много там это может быть пневмония какая-то сейчас ходит или еще что то просто до этого со всеми этими симптомами я уже было раз пять и просто когда ты платишь за прием полторы тысячи а ты идешь раз сначала тебе все посмотрю все пропишут а потом тебе назначают еще через пять дней там или прийти да и все то же самое все то же самое спрашивает и все то же самое говорю и все то же самое мне говорят что надо делать и никогда еще нам не прописывали серьезных лекарств никаких то есть максимум то что мы делаем и делать и вообще она сказала наш наша врач да сказала что по идее вообще к врачу то есть если ничего такого ну то есть все симптомы вот такие как есть да и никаких левых симптомов нет а вот все вот тогда то к врачу можно идти, если через 3 дня не сходит температура. Потому что, по идее, когда ребенок болеет, поднимается температура, иммунитет работает, температура может держаться пару дней, и потом она уже идет, то есть у нее нарастает, нарастает, и потом она должна идти на спад. И если температура не сходит 3 дня, то уже можно идти к врачу тогда. Но, кстати, обязательно нужно запоминать, когда начались сопли, когда начался кашель, когда началась температура, в какое время, и все это сразу выдавать своей врачице. Ну и самой все это дело запоминать, тогда вы просто сможете понимать, что к чему, и в горлышко хорошо бы тоже ребенку посмотреть. В общем, пока наблюдаем, смотрим, я думаю, в этом влоге я уже и вам скажу. В этом влоге, наверное, он уже и в садик пойдет, и закончатся праздники. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Я уже жду не до жизни, когда вот это вот все уберется отсюда, и мне здесь освободят место. Когда поштукатурят, штукатурка сохнет 2 недели, и у нас как раз за это время будет время покрасить все вот здесь, вот допустим, да, кухню покрасить. Мама сказала, придет, поможет покрасить. Кстати, посчитали мы, сколько стоит кухню покрасить, 130 рублей квадратный метр. Я посчитала, сколько будет только кухню мне покрасить, около 7 тысяч. Я решила сама, 7 тысяч можно что-то добавить лучше на стиралку. Вот. Так что такие дела. Все, переодеваюсь тогда. Переодеваюсь и иду. Мама соус какой-то вкусный приготовила. А, сейчас вот это помою, и все, и домой. Так, бабушка сказала, что мне, как рабочая, ему крестьянину, приготовила покушать. Я очень хочу есть, она соус приготовила. Я напала на этот соус просто сумасшедше. Кстати, так как я достигла своей цели уже в похудении, то я могу себе уже позволить, например, картошку есть. Ну, картошку я люблю, и в принципе, я ее ем немного. Вот, могу позволить себе. Если у меня нет, например, растительного молока, я, конечно же, выпью латте с коровьим молоком. Ну, то есть, фрукты я ем. Хоть там и фруктоза, сахар, но так как все достигнута цель, можно поддерживать теперь. И нормальные продукты, конечно, я ем. Но булочки, сахар, это я просто отказалась. Не хочу это есть. В принципе, от молока я тоже отказалась. Не хочу есть. Просто, когда нету, забываю купить второй день растительное молоко. Короче, вкуснотища. Считай, все вареное. Здесь луковица, индейка и картошечка. И все. Еще, когда мы нашему тренеру говорили, ну, мы не можем есть 1900 килокалорий, мы обжираловкой занимаемся и все равно не набираем. Она говорит, девочки, занимайтесь. Вот занимайтесь, сразу будет аппетит и будет хороший обмен веществ. Обязательно нужно заниматься. И вот я сейчас пошла там, поработала. Такая голодная я еще не была никогда. Ну что, мои хорошие, доброе утро. День следующий. Комната моя. Вот она. Это, кстати, комната прям лучше покрасилась. Прям вообще визуально так закрасила. Вот здесь косяки были. Прям я так ляпала краской неаккуратно. Но я потом прошлась еще. Вообще вот это прям очень хорошо у меня покрашено. Вот это вот. Можно, кстати, по углам еще пройтись. Как-то вот углы. Вот здесь вот. Хотя здесь все будет закрыто. Тут я хочу нишу такую вообще сделать с полочками. Даже, может быть, я ее сделаю, знаете, какую? Под заказ. Чтобы она реально была вот такой ширины. Ну, глубины, да. Мне кажется, эти полочки достаточно. Здесь телевизор. Ну, это когда наша спальня уже будет, да. А пока это не наша будет спальня. Пока здесь телевизора, например, не будет. Или для деньги маленькие телевизоры, например, здесь сделаю. А в зале и в спальне большие телевизоры планирую. Вот. Но это будет какая-то вот ниша под всякие там полочки, там игрушки. Может, посмотрим. Пока это его будет комната. Что-то такое здесь сделаю. Ну, в общем, встроенное. А вообще, мои шкафы, кстати, которые под заказ, блин. Вот идеально им сейчас сюда вообще стоять, если честно. Белые мои. На фоне которых я видео все время снимаю. Они вот такого размера. Я их специально под ту квартиру заказывала. Они вот такого размера, реально. И они бы сюда классно встали. Но их нужно будет присобачить. Потому что от того, что они... Ну, я имею в виду на что-то прикрепить. Потому что от того, что они вот такого размера, они не очень хорошо держатся, могут упасть. Их обязательно нужно туда прибить. Короче. Так, все. Стены, в общем, идеальные. Я здесь, в принципе, довольна стенами. Начинаем стелить линолеум. Как я стелю линолеум, будет отдельное видео на канале. Потому что в прошлый раз... Видите, ремонтные работы уже идут. В прошлый раз, когда я стелила линолеум в той комнате, я прям реально сегодня, вчера вечером лежу такая думаю, блин, что я не сняла? Что я не сняла вам, как я вот это стелила линолеум? Это было так смешно бы. Но здесь тоже, на самом деле, вот линолеум, видите, он как лежит. Он не помещается. Он у меня 4 на 4 метра. А сама комната, она где-то 3,87 на 3,80. Ну, понятно, по 20 сантиметров лишних. И он просто не становится у меня. Поэтому я сейчас хочу снять отдельное видео, как я буду это все делать. Вот. И вы уже сможете посмотреть это на канале. А влог будет продолжаться. Сегодня, кстати, я себе взяла латы. Наконец-таки нашла. Оказывается, под стол на кухне Денька закинула вот этот мой термос. Так что сегодня я с термосом, с латы. Вот. Сейчас не сниму для вас это видео, кладку линолеума. Опять же, не знаю, это все непредсказуемо. Вот. А потом... Кстати, можно же снимать уже вот эти штучки. Смотрите. Идеально. Какая я молодец. Да? Ой. 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 Блин. Кстати, вот что еще мне подарили. На Новый год. Армия России. Не для продажи индивидуальный рацион питания. Запечатаны. Настоящие военные сухпоек. Российский. Так что будем распечатывать. Видео будет отдельное. Всем доброе утро, мои крошки. Сегодня первый рабочий день. Я так понимаю, садик у нас работает. Но все равно короткий день. У меня остался час. Вообще, мне за этот час нужно съездить на почту. Отправить посылки победителям. Что-то еще надо было сделать. Что еще надо было сделать? А, еще заехать в магазин. Ну, надеюсь, я успею. И уже... А, еще хотела на квартиру заехать. И швабру отторабанить туда. Чтобы помыть полы теплой водой. В общем, сняла для вас видео. Кстати, можете проходить на мой второй канал. Как сейчас видите. Не знаю, видите, не видите. У меня такое шикарное лицо. Я все поглядываю в зеркало на себя. Мне так нравится. У меня появился набор пилинга с эффектом биоревитализации. Кислотный пилинг. Просто, просто нарадоваться не могу, если честно. Я там делаю обзорчик на втором канале своем. Ссылочку оставлю под видео. Можете пройти, посмотреть. Потом еще через месяц еще сделаю отзыв. На втором канале также расскажу. Вот. Но мне уже результат с первого очень нравится. У меня прям лицо такое лоснится. Мне даже его красить не хочется. Мне кажется, оно такое прям ухоженное. Такое прям сияет все. Вот. Ну все. Я сейчас выхожу из дома и бегу. Не знаю, что за час успею. Только на почту смотаться. И ребенка уже забирать надо. Завтра, надеюсь, уже на целый день смогу его отдать. Потому что сегодня среда. Потом четверг и пятница. Пару дней остается. Вот. Так. Ну что, мои хорошие. Я отправила посылочки. Мне никакие посылки не пришли. Я уже их жду 300 тысяч лет. Вот. И уже пора малого забирать. Ну, сегодня короткий день. Ну, не то, что по короткий день. Они полно работают. Но просто пришло там несколько детей. И в итоге их рано забирают всех. Чтобы малой был не один. Я его тоже заберу пораньше. Но я еще не успела заехать на квартиру. Мне обязательно нужно посмотреть, что-то там делали рабочие или нет. Потому что два дня что-то они молчат. Тихонько работают, что ли? Или не работают, поэтому молчат. Потому что до этого каждый день звонили, когда не работали. Хотя, может быть, работает. В общем, надо зайти посмотреть. Занести швабру домой надо. Вот. И я же хочу посмотреть, как выглядят эти маячки перед штукатуркой. Как это вообще все укладывается, я не знаю. Хочу посмотреть. Так что сейчас зайдем, посмотрим. Работают, не работают. И если их нет, то что-нибудь сделали или нет. Ну что, мои хорошие, зашли. И я уже сразу увидела, что вытащили мойку. Рабочая одежда. Уже работают. Здесь застелили все. И... А, уже сетку даже сделали. Сетку. А что сначала делается? Маячки или сетка? Или не сетка? Я не вижу. Или мне кажется? Это мне кажется. Это не сетка. Пока что просто я смотрю, какой-то слой штукатурки. Небольшой, тоненький. Для выравнивания более-менее стен, да? Потом, наверное, будут маячки устанавливаться. Ну, в общем-то... В общем-то, вот так вот. Я принесла швабру. Вон она. И клеенку. Клеенку купила. Она двойная. Я купила 5 метров. Как раз на 4 двери она. Мне вообще 3 надо. И я вот здесь вот все это... Проемы все закрою. Чтобы ничего не летело, когда плитку будут резать. Чтобы ничего не летело и не мусорились. Потому что здесь уже вещи буду потихоньку перевозить. Чтобы ничего не пылилось и не мусорило. Вот. Мой хороший. Лежит аккуратненько. Ладно, пойдемте. Не будем здесь сегодня долго задерживаться. Надо Денечку забирать. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня 9 января. Сегодня день рождения моего брата. Я его сердечно поздравляю с этим днем рождения. Желаю ему здоровья. И много-много денег. В принципе, это то, что я всегда желаю себе. Даже можно не желать много денег. Главное здоровья. Я верю в себя и верю в окружающих меня людей. Что они всего добьются. Главное крепкого здоровья. Это очень важно. И сегодня, в этот чудесный день, мама говорит, у меня есть время. Я могу тебе помочь на квартире. Я думаю, пока у мамы есть время, что очень редко. Но у меня вообще тоже занятая очень личность. Где моя машина? Как обычно. Ага, вот она. Это. И когда она говорит, у нее есть время, я думаю, надо пользоваться. Какие бы у меня планы ни были, я все отменю, чтобы ее чуть-чуть поэксплуатировать. Я люблю ее эксплуатировать. Но только чтобы ей тоже хотелось этого поэксплуатироваться. Вот. Почитала ваши комментарии по поводу видео, где я стилю линолеум самостоятельно. Хотела бы отметить несколько моментов по поводу того, почему я это делаю одна. Во-первых, я делаю это потому, что называется «Загорелись в жопе гомна». Не знаю, как по-другому назвать. И мама, и брат, и муж мой. Никто ничего с этим сделать не может. Сразу хотела бы оправдать и своего брата, и свою маму, и своих друзей, и своего мужа, что это происходит не так, что я такая работаю, и такие все, короче, никто мне не помогает, и я такая вся бедная и несчастная. Во-первых, не нужно меня жалеть. Мой личный выбор – делать то или иное. Во-вторых, когда я иду что-то делать, я никого не предупреждаю о том, что я сейчас иду это делать. Я пошла стелить линолеум, потому что я захотела его, во-первых, стелить, во-вторых, я захотела снять видео, как я это делаю самостоятельно. Видео, как я это делаю самостоятельно. Видео, где я бы стелила это с рабочими, уже бы не так было интересно, правда, а вот именно самостоятельно интересно. Точно так же, как и сейчас. Я вчера позвонила брату. Кстати, брат мой еще болеет. Так бы он с удовольствием смотрел это видео. Говорит, сердце кровью обливалось. Что-то у всех сердце кровью обливалось. Думаю, да вы что, замазались ли что-нибудь? Нормально все мне. Если бы мне было тяжело и не по силам, я бы этого не делала. Как, например, я не штукатурю, не кладу плитку в ванне, хотя могла бы теоретически, могла бы. Но мне это не нравится, неинтересно. Для меня это геморройно, поэтому это делают рабочие. Вот и все, распределение труда. И это делает моя голова. А не какие-то сильные, серьезные, тяжелые обстоятельства, что мне никто не помогает, и я такая одна. Боже всего ненавижу, честно, чтобы меня жалели. Ну я вообще не похожа на такого человека, что надо жалеть. За меня надо радоваться, не более. Брат, вчера мы с ним разговаривали перед днем рождения его, и он сказал, что вот у него там крайний выходной, потом он работает, и потом у него два выходных, и они вместе с женой придут и помогут мне, и покрасят, и все на свете. Ну что бы мне не дождаться, да? Не дождусь. Сегодня 9 число, у него сегодня день рождения, он до сих пор болеет, на антибиотиках лечится. Мама говорит, я тебе помогу. Я думаю, отлично. Ведь если мы с мамой будем красить стены и снимем видео, ведь это тоже прикольно. Тем более я хотела вам, я думала, что я покрасила две комнаты, и мне нечего снимать, так я думаю, блин, вот я вам не сняла, как я стены красила. Так сейчас я покажу все лайфхаки, как мы красим стены, почему я выбрала именно краску, а не что-то другое. В общем, будет тоже отдельное видео, как и чем я крашу стены. И мы вместе с мамой это сделаем. Поэтому я думаю, что брату уже ничего не останется, кроме как перевести крупногабаритные вещи. Если их сама не перевезу. Вот. Поэтому здесь вопрос только в моем нетерпении. По поводу друзей, кто-то говорит, вот для этого нужны друзья, чтобы помогали. Слушайте, я дружу со своими друзьями не для того, чтобы они помогали, красили, и что-то делали. Я вообще не обращаюсь к друзьям за помощью. Ну, если мне, конечно, нужно что-то прям конкретное, и я без друзей не смогу, то я, конечно, обращусь. Но вот, допустим, в том, чтобы класть линолеум, у меня и мысли даже не было к тому, чтобы позвонить кому-то из своих друзей и сказать, помогите мне стелить линолеум. Не было такой мысли. Я его хочу постелить сама, и считаю, что это вообще мелочь, тревожить людей из-за этого, как бы, фигня. Ну, и то же самое окрашивание вообще. Ну, я понимаю, что у всех свои дела даже, как бы, мне не хочется тревожить. Я не из тех людей, которому кайф вообще тревожит кого-то. В общем, ладно. Взяла кофе в термос. Мама уже, наверное, подъехала. Пойдем красить. Я, наверное, буду заканчивать этот влог, и уже вы увидите следующее видео с покрасочкой, как мы с мамой будем красить. Она какие-то свои лайфхаки расскажет. Она у меня вообще такая, как это слово, дальновидная, недальновидная сейчас, нет, дальновидная и предусмотрительная. Она все предусматривает, все, что я не предусматриваю, поэтому с ней вообще можно не переживать. Она взяла все, все, что нужно. В общем, покажем вам все в отдельном видео. А сейчас прощаюсь. Люблю, целую. Не жалейте меня, пожалуйста. Просто радуйтесь, просто радуйтесь. Все обстоятельства, все вокруг, что меня окружает, это все мой личный выбор. И никогда в своей жизни я не позволю находиться человеку либо обстоятельствам, которые бы меня угнетали. Поэтому все, что я имею, в моих рук дело. Я этого хочу. Так что не переживайте и не жалейте. Ради Бога. Это бесит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова